МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Западная Армения продолжает защищать армян Арцаха. Арменак Абрамян. Правительство Западной Армении движение за спасение Арцаха и земляческий союз Шуши приглашают на встречу в ЗУ. Тема дня с Григором Амирзаяном. Израиль участвовал в Арцахской войне. Шаган Кандагарян. Суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене меры пресечения полковнику Нурайру Асланяну. Иск, возбужденный против палаты адвокатов Тигранакерта за признание геноцида, совершенного против армян, противоречит международным договорам. Депутат турецкого парламента поздравил армян и других христиан Турции с Рождеством. Вопросы армян в Западной Армении. 28 сентября текущего года президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян подписал указ, касающийся прав арцахских армян. Согласно первой статье, Западная Армения продолжает защищать права армян Арцаха на своей территории и в своих учреждениях в соответствии с международным правом. Вторая статья указа президента армян Ака Абрамяна от 28 сентября еще раз подтверждает частичную или полную оккупацию военной силой бакинских властей Арцаха, который является неоткемлемой частью признанного 1920 году армянского государства, включая делимитацию и демаркацию границы с Азербайджаном, которая должна быть достигнута путем переговоров в соответствии со статьей 92 Северского договора, принимая во внимание все преступления против человечества, совершенные против армян за время существования их государства. Третья статья указа номер 98 гласит, с момента возникновения военной ситуации 27 сентября 2020 года страдания коренного армянского народа Арцаха являются применением геноцида против человечества в соответствии с Конвенцией о предупреждении и преступления геноцида и наказания за него, принятые в 1948 году. Президент Западной Армении Арменак Абрамян аннулировал и признал недействительным решение, подписанное господином Шамбелом Шахраманяном, нижеупомянутый указ, который не соответствует национальной конституции Республики Западной Армении в силу 4 пункта статьи номер 92. После ратификации данного указа он был включен и опубликован в официальном бюллетене Республики Западная Армения. Напомним, что президент Западной Армении Арменак Абрамян подписал указ о правах арцахских армян 28 сентября 2023 года. 23 декабря 2023 года правительство Западной Армении, движение за спасение Арцаха и земляческий союз Шуши приглашают принять участие на встрече Zoom. Встреча состоится в 10.00 по парижскому времени и в 13.00 по илеванскому времени на армянском языке. Тема встречи у Арцаха есть будущее в Мукинг. Присоединяйтесь к встрече Zoom по указанной ссылке. Депутат Национального собрания Западной Армении 3-го созыва Грикор Амирзаям процитировал в своем микроблоге слова министра обороны России Шойгу о том, что российские миротворческие войска остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Арцахе. Перед российским военным контингентом в следующем году будет стоять задача поддержания мира и стабильности в Сирии и Карабахе. В изменившейся обстановке добавил Сергей Шойгу. В то время как в Арцахе больше нет армян. Также министр обороны России подтвердил, что российская армия является одной из самых активных и грамотных в мире. С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале, предоставленном Грикором Амирзаяном. Главный редактор Бейрутской газеты Аздак Шаган Кандагарян в беседе с одним из журналистов в Восточной Армении отметил, «Израиль не только развивает стратегическое партнерство с Баку, но и принял участие в Арцахской войне. Если проводить региональные параллели, то Израиль не только развивает стратегическое партнерство с Баку, но и принял участие в Арцахской войне. Там также присутствовала военная техника израильского производства. Турция не только осуждает израильские атаки, но и обвиняет Израиль в совершении геноцида палестинского народа. И в этом кроется противоречие. По таким стратегическим вопросам турецко-азербайджанский тандем не может иметь разные позиции перед подобной военной ситуацией. Здесь развиление ролей носит декларативный характер, потому что в настоящее время стратегическое партнерство Турция-Израиль продолжается. Оно не отменено. Если смотреть на эти вопросы через армянскую призму, то помимо вопроса о правах палестинского народа, мы видим и израильский фактор, который тесно сотрудничает с Азербайджаном, становясь непосредственным участником войны в Арцахе. На вопрос, не закрыт ли вопрос Арцаха для цивилизованного мира, Шаган Кандагарян ответил «Нет, по крайней мере, согласно официальному заявлению Канады, которое сделал министр иностранных дел Канады». Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении полковника армии обороны Арцаха Нораэра Асланяна. Команда защиты Нораэра Асланяна распространила заявление. Примерно через полгода незаконного задержания, несколько дней назад, 15 декабря 2023 года, уголовный суд общей юрисдикции города Еревана на этот раз под председательством судей Джона Айрапетяна удовлетворил ходатайство адвоката Армена Андрекяна об изменении меры пресечения в отношении полковника Резервных сил армии обороны Арцаха, награжденного медалями боевого креста 1-й и 2-й степени Нораэра Асланяна, обвиняемого по делу о предполагаемом незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Несмотря на то, что, по мнению команды защиты, представленные доказательства опровергают как предполагаемое преступление, совершенное полковником, так и наличие оснований для заключения под стражу. Положительно расцениваем решение суда о замене ареста на задержание под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Защита сообщает, что будет последовательно восстанавливать справедливость по делу полковника Асланяна, в том числе и информировать общественность о ходе судебного процесса. Напомним, что Нора Эльсонович Асланян – военный командир с высшим военным образованием, который служил в армянской армии с 1991 по 2022 год. За значительные успехи в военном деле был награжден боевым крестом первой и второй степени, а также многочисленными орденами боевой службы Республики Армении и Арцаха. 2021 года занимал должность заместителя начальника управления безопасности в аппарате президента Республики Арцах. Согласно отчету действующего в Турции Союза средств массовой информации, юридических служб, а также отчету совместно подготовленному неправительственной организацией «Адвокаты для адвокатов», базирующийся в Голландии, судебный процесс, возбужденный против председателя адвокатской палаты Тигранакерта и еще 10 адвокатов за признание геноцида армян противоречит международному праву договорам и решениям. Об этом пишет информационное агентство Акунг. Согласно источнику в отношении президента и членов адвокатской палаты Тигранакерта, сделавших заявление по случаю годовщины геноцида против армян, начато расследование, которое с разрешением Министерства юстиции Турции стало поводом для судебного разбирательства. В период с 2017 по 2023 год против палаты адвокатов Тигранакерта было подано 7 отдельных исков в связи с заявлениями, сделанными 24 апреля. Министерство юстиции Турции использовало печально известную статью 301 Уголовного кодекса Турции в качестве основания для санкционирования начала судебного разбирательства. Против палаты адвокатов Тигранакерта возбуждено 7 судебных исков за заявления, сделанные каждого 24 апреля в период с 2017 по 2023 год. Министерство юстиции Турции взяло за основу статью 301 Уголовного кодекса Турции, чтобы разрешить начало судебного процесса. Четвертое заседание суда состоится в пятницу 22 декабря в 9 суде под тяжким преступлением Тигранакерта. Неправительственная организация «Юристы для юристов» совместно с действующими в Турции союзом работников СМИ и юридических служб разработала профессиональную точку зрения, которая будет представлена на заседании 22 декабря. Согласно этому, положение закона, послужившего основой для судебных разбирательств, противоречит международным обязательствам Турции в области прав человека. В заключении отмечается, что судебные дела конкретно противоречивают Международному пакту ООН о личных и политических правах, а также свободе выражения мнений, закрепленной в Европейской конвенции по правам человека и решению ООН о независимости адвокатов и судей. Авторы позиции, неправительственная организация «Адвокат для адвокатов» и «Союз средств массовой информации и юридической работы» призывают 9-й суд под тяжким преступлением Тигранакерта отклонить судебное дело. В Турции депутат ассирийского происхождения, последователь сирийской христианской церкви Джордж Аслам поздравил с раздействием всех христиан страны. Греков, армян и ассирийцев сообщил он в Икс. «Поздравляю всех христиан с Рождеством, особенно наших греческих, армянских и ассирийских граждан, проживающих в Турции. Я надеюсь, что Новый год принесет мир и любовь в нашу страну и во весь мир. По этому случаю поздравляю всех депутатам с Новым годом», — сказал депутат на родном арамейском языке. В интервью Аслан отметил, что на его выступление бурно отреагировали члены националистической и консервативной хорошей партии Турции. «Мы не пришли сюда с другой планеты. Мы жители этих земель уже 12 тысяч лет. Почему вы не принимаете это?» — ответил он на обвинение других депутатов, осуждающих его за речь не на турецком. В начале марта 1918 года для усиления обороны Арцаха и Зангизура решением Армянского национального совета Тифриза был создан полк арцахцев и зангизурцев, который под командование полковника Мельдик Шах Назаряна должен был отправиться в Арцах. Поскольку железнодорожная дорога Ганзак-Евлаг была закрыта, было решено отправить полк по новой дороге Нор-Байзет-Кавар-Даралагез. Полк прибывает в Еленовку, город Сыван, откуда до нового Байазета около 30 километров. Дорога проходила через шесть турецких деревень. Самая первая группа становится жертвой татарского нашествия. Убито около 70 солдат, многие ранены, татары разрушают телеграфные столбы. Связь между Нор-Байазетом и Ереваном полностью прерывается. В новом Байазете не знали о нападении под Еленовкой. Информация поступает Ереван, и Национальный совет направляет новые силы сначала для переговоров, а в случае неудачи, чтобы открыть путь силой. В определенное время делегация отправилась к озеру. Турки со слезами на глазах падали к ногам парламента, обвиняли в преступлении злого дьявола и просили прощения. Вскоре в Еленовку прибыл ереванский партизанский полк с двумя пушками и направился к Нор-Байазету. Турки открывают огонь с первого природного укрепления турецкого села Баглу. Полк был вынужден вступить в боевые действия. После непродолжительного сопротивления турки бежали. В настоящее время дорога Нор-Байазет полностью восстановлена. Из завершений новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok